Посещение одного из ведущих предприятий Брянской оборонки, которым руководит Фёдор Дмитрук, депутаты начали со встречи с работниками. Тема вопросов была озвучена немало. О предстоящих выборах, соперничестве между старыми и новообразованными партиями, политическом курсе, которым движется наша страна. В частности, Екатерина Лахова напомнила собравшимся о золотоносной Олимпиаде, возвращении Крыма, ситуации на Украине и предсказуемой реакции США на происходящее. Иногда наши партии, которые новые появились, начинают нас критиковать, но те решения, которые сегодня Путин принимает, да и вы это прекрасно понимаете, насколько это необходимо. И второе, и в отношении даже научного потенциала, который обязательно подтянется, как только оборонку начинает вкладывать, так и наука у нас начинает тоже оживать. Развитие потенциала Брянского электромеханического завода, возглавляемого Фёдором Дмитруком, стало важным пунктом состоявшейся встречи. БЭМС намерен участвовать в социально значимых для бежицы Брянска в целом проектах. Соответствующая дорожная карта с объемом финансирования в 3,7 миллиона рублей разработана. Поддержку предприятия получат учреждения медицины, образования, культуры и спорта. Мы же тоже прошли тот путь, когда еле-еле всё в петлю жить, но всё не работает. Что самое главное, что было сделано за эти годы, за правление Паденовича Бутина? У людей появилась стабильность и у людей появилась надежда. То есть то, что мы разрушили в 90-е годы, когда мы разрушили экономику, разрушили производство, а самое страшное, что мы разрушили, мы разрушили веру в завтрашний день, веру в страну, веру в свой народ. Сегодня эта вера восстанавливается. Заводчане задали гостям злободневные вопросы и получили на них исчерпывающие ответы. Экскурсия по основным цехам Брянского электромеханического завода стала заключительным этапом рабочего визита депутатов. Светлана Дробкова, Евгений Седачёв. События Брянск.